МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую зрителей национальной вещательной компании САХА. В прямом эфире вы смотрите совместные агитационные мероприятия к выборам президента страны 18 марта. Позвольте представить участников сегодняшнего эфира. Делаем это мы, как обычно, по порядку регистрации кандидатов. Итак, доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии ЛДПР Владимира Жириновского Надежды Викторовна Акимова. Доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина Вячеслав Семенович Куличкин. Доверенное лицо кандидатов в президенты России Владимира Путина Павла Алексеевича Маринычева. И доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии Партия Роста Бориса Титова Евгений Никандрович Язев. Добрый вечер, уважаемые участники. Сегодня мы обсудим экономику страны, развитие предпринимательской инициативы, малый и средний бизнес, также обсудим инвест-климат. Итак, первый вопрос. Россия и глобальный мир. Это внешние факторы, санкции, внешние и внутренние рынки, конкурентноспособность наших товаров и услуг. Предлагаю сейчас поговорить об условиях, в которых живет и должна развиваться наша экономика. Надежда Викторовна, ваши две минуты, прошу вас. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Я вас поздравляю с первым прекрасным днем весны. Ну и о экономике я хочу сказать о том, что Владимир Вольфович Жириновский очень много уделил этому пункту в своей программе. Надо сказать, что экономика это не простая, сложная система. Это работа всех институтов власти, финансистов, предпринимателей и разных других лиц, участвующих в рыночных отношениях. Надо сказать, что в отношении России сегодня действительно есть санкции, но, наверное, несмотря на это, все-таки мы остаемся мощным энергетическим потенциалом на мировом рынке. И мы сегодня им должны воспользоваться в полной мере. Мы должны, еще раз повторюсь, производить продукт, а не продавать сырье. Надо сказать о том, что Владимир Вольфович вообще, в принципе, уделил внимание налоговой политике в своей программе, которую он описывает очень четко. Для того, чтобы сегодня наша страна развивалась, нужно создать условия для среднего и малого бизнеса. В том числе и для создания нового высокотехнологического потенциала в том плане, что развивать промышленность. Надо вернуть ту промышленность, которую в 90-е годы разрушили коммунисты и Ельцин ее распродал. Так что голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского. Его программа на самом деле очень обширна. С ней вы можете познакомиться на сайте ldpr.ru, также прийти на Петровского 21.2 к нам в общественную приемную. Мы можем приехать к вам лично. Вы можете позвонить по телефону 30219. Так что голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского, пусть он въедет в Кремль. Спасибо. Как должна развиваться экономика России в текущих условиях? Ваши две минуты, пожалуйста. Уважаемые товарищи, 18 марта состоятся очень ответственные и принципиальные выборы. Будет решаться судьба России. Как ответственная партия, Коммунистическая партия РФ и Левые силы, Народные патриотические силы России выдвинули Павла Николаевича Городина к кандидатам в президенты РФ. Мы понимаем, что за две минуты невозможно высказать программу в целом. Но мы понимаем о том, что в 90-х годах прошлого века мы ушли от плановой системы, перешли в рыночную. Но нам в последние 25 лет заявляли о том, что рынок все отрегулирует. Но, как показала практика, это не состоялось. В свете этого Павел Николаевич Городинин в своей задаче планах в программе записал, что мы проведем национализацию стратегических, важных и системообразующих отраслей народного хозяйства и минерально-сырьевой базы РФ, прибыль от доходов которых должны прийти в бюджет РФ, а не в карман олигархов. Также стоит отметить, что в кубочке правительства по торговству Дмитрия Анатольевича Медведева находится несколько триллионов рублей. А эти колоссальные денежные средства сейчас аккумулированы и находятся в управлении иностранных финансовых организаций. Надо вернуть эти триллионы и вложить в нашу экономику. Только в этом случае можно говорить о сильной России. Мы понимаем, только тогда можем создавать новые рабочие места для наших молодых специалистов, для будущего, для развития нашей России. Поэтому 18 марта еще раз вас приглашаем прийти в избирательный участок и проголосовать за Павла Николаевича Городинина. Спасибо. Павел Алексеевич, ваши две минуты. Как должна развиваться экономика России в текущих условиях? Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые участники дебатов. Давайте вспомним факты. Я всегда люблю факты. Что сделал наш президент Владимир Путин, когда пришел к руководству страной? Владимир Владимирович Путин сделал нашу страну финансово независимой. Россия под руководством Путина расплатилась по долгам. Расплатилась по долгам в том числе Советского Союза, в том числе тех республик, которые сейчас являются отдельными государствами. Наши золотовалетные резервы выросли в 50 раз. Мы резко нарастили наши международные резервы. Это все, конечно, создает стабильность. Таким образом, стабильность, созданная Путиным, это основа для повышения конкурентоспособности нашей экономики. Давайте посмотрим на факты дальше. Мы шестая экономика в мире. Мы были и остаемся ведущим экономическим государством. И ни при каких обстоятельствах мы не можем быть изолированы от глобальной экономики. А санкции? Что санкции? Это 26 стран, аффилированных США. А у нас только с более чем 100 странами действует безвизовый режим. Санкции нам не мешают. Тем более, что большинство стран, которые санкции ввели, все громче и громче кричат о необходимости их отмены, потому что они сами себе этим и вредят. Наш путь – это повышение конкурентоспособности через развитие стабильной экономики. Запад и Восток должны наконец-то понять, что это не мы между ними, а они. Одни справа, а вторые слева от нас. Понять это можно и дать это понять под руководством сильного президента. Голосуйте за сильного президента Владимира Владимировича Путина. Спасибо. Евгений Никандрович, как вы видите путь развития экономики в нынешних условиях? – Добрый вечер. Я надеялся, что мне зададут тот риторический вопрос, который я слышу последние несколько дней. А что Титов? Так вот, я могу сказать, что Титов исходит из текущей ситуации, которую он совершенно объективно оценивает. Это человек, состоявшийся предприниматель, правозащитник, человек, связанный с мировой экономикой. И он прекрасно понимает, что наши фундаментальные отрасли, связанные с энергетикой и с поставками ресурсов, в принципе работают, работают устойчиво, но вопрос стоит в том, эффективно ли они работают. И во многом эффективность зависит от того, будем ли мы развивать вот то, что обеспечивает стабильную работу этих отраслей, то есть малый и средний бизнес. Очень много навешано затрат на наш государственный бюджет, который с трудом выполняет свои функции, потому что мы все-таки социальное государство. И поэтому программа стратегии роста, которую Титов Борис Юрьевич разрабатывал совместно с 800 специалистов, представляющих правительственные учреждения, организации, научно-исследовательских и отдельных экспертов, сошлись в определенном мнении, сформировав эту программу. Мы должны с вами думать о том, чтобы жить и здравствовать в условиях санкционных ограничений, которые по нам выводят и вводят непрерывно, нам пришлось бы использовать именно негосударственный бизнес, негосударственный, который не подвержен этим влияниям, который не зависит. Мы должны привлечь туда соответственные ресурсы и, как бы определяет программа стратегии роста, мы должны прекратить формировать вот эти сумасшедшие совершенно резервы, которые нам не приносят ничего, кроме вот так называемой стабильности. Нам нужна не стабильность, нам нужно развитие. Спасибо. Второй вопрос, уважаемые участники, звучит следующим образом. Малый и средний бизнес – это основа экономики любого государства. Но работает ли это правило у нас в России и как развивать предпринимательскую инициативу? Надежда Викторовна, две минуты ваши. Уважаемые избиратели, действительно, главным экономическим двигателем многих развитых стран является малый и средний бизнес. Они фактически являются работодателями. Занятость населения может сегодня только предложить малый и средний бизнес. Но давайте посмотрим реалии, каковы сегодня. Надо сказать, что бюрократическая машина и разные препоны – это единственный способ развития нашего малого и среднего бизнеса. Надо сказать, что те предприниматели, которые стараются, особенно у нас на севере, в условиях Крайнего Севера, развивать и что-то производить, условий сегодня они от государства абсолютно не видят. Да, сегодня пересчитали электроэнергию, но давайте посмотрим реалии. Хлеб как стоил в чекурдахе 100 рублей, так и стоит. В чем причина? А причина в том, заключается в том, что этому предпринимателю приходится заплатить Роспотребнадзору, производственный контроль, бешеных денег это стоит, оплатить аренду, оплатить сегодня заработную плату, и в чистом виде у него не остается абсолютно ничего. Поэтому сегодня нет у нас поддержки производственникам, нет поддержки малому и среднему бизнесу. Мы сегодня придумали очень замечательный вывод денег через аусорсинг. Сегодня бюджетные организации активно этим пользуются. Сами руководители бюджетных организаций организуют за счет других лиц бизнес, и при этом выводят деньги бюджетные за счет аусорсинга. Сегодня давайте поговорим о том, что нет у нас социального бизнеса, социального направленного, который мог повысить ответственность предпринимателей. Поэтому Владимир Вольфович в своей программе описал, как он будет поднимать малый и средний бизнес, как его сегодня защитить. Голосуйте за Жириновского. Спасибо. Вячеслав Семенович, малый и средний бизнес является ли опорой экономики России? Как развивать предпринимательскую инициативу? Уважаемые товарищи, Россия на данный момент, эти последние 20 лет живет от выборов до выборов. Как начинается выборная кампания, так сразу у нас появляется такое понятие, как нефтяная игла, от которой надо уходить. Такое понятие, как сыровая экономика, от которой тоже надо уходить. И каждый год, каждые выборы, последние 20 лет мы от них уходим. Но на данный момент так и не ушли. Потом, товарищи, когда говорим за малый бизнес, надо понимать налоговую систему. Наша налоговая система такая, что каждый предприниматель, индивидуальный предприниматель, который с ним сталкивается, понимает, что никак невозможно тут идти и зарабатывать деньги. Создавать рабочие места. Нет такого условия. Потом мы должны понимать еще такое понятие, как тарифная политика. Тарифная политика, на данный момент, в частном порядке она формируется. Государство как такого его не может контролировать. Поэтому, исходя из этого, цены поднимает. Нам объявили о том, что зарплату подняли бюджетникам. Но тоже инфляция их съедает. И, соответственно, человек, который получил повышенную зарплату, как будто бы, на самом деле ничего не остается. Потом, товарищи, надо понимать, что санкции, которые сейчас нас окутали, в России они всегда были. И будут. Потому что, на данный момент, в той же Холеной Европе и Соединенных Штатах Америки, невыгодно сильно России. А Павел Николаевич Грудинин говорит, если мы, он обозначил и сказал, что если мы внутренне свою политику усилим, производство поддержим, никакая санкция ни европейская, ни американская нам не будет страшна. Поэтому, товарищи, вас призываю голосовать за Павла Николаевича Грудинина, за стабильность, за родителей. Спасибо. Павел Алексеевич, является ли опорой экономики России малый и средний бизнес, и как развивать предпринимательскую инициативу? Две минуты ваши. Да, хотел бы снова вернуться к фактам. Давайте посмотрим правде в глаза и скажем о том, что наши базовые отрасли еще долго и продолжительное время будут основой нашей экономики. Но это и наши конкурентные преимущества, данные самой природы. При этом, конечно, наши усилия и направляются, и должны направляться на развитие именно малого и среднего бизнеса, как новой точки роста нашей экономики. Владимир Владимирович Путин, наш президент сам об этом говорит. Он говорил о том, что у нас это значительно меньше, чем за рубежом, к сожалению, но мы ставим перед собой задачу довести уровень малого и среднего бизнеса в России до 40% к 2030 году. Это абсолютно реальные цифры, то, на что мы должны ориентироваться. Каким образом это сделать? Я уверен, что на примере Якутии это должен быть сервис крупных инвестиционных проектов, которые у нас реализуются. То есть наш малый и средний бизнес должен работать на крупный бизнес и таким образом в среднесрочной перспективе расти. Но государство при этом, конечно, должно создавать соответствующие условия. Это и продолжение снижения административных барьеров, которые реально происходят. Мы разобрались с плановыми проверками, теперь надо с они планами разобраться. Это продолжение снижения процентных ставок по привлекаемым финансовым ресурсам. Это широкий спектр других мероприятий, который определен нашим государством и курируется оси. Вот наш путь. На самом деле, на самом деле, малый и средний бизнес это, конечно, то, что нас будет двигать и развивать дальше. Рост в этом отношении существует. На 60% увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса с 2005 года. Но дальше надо двигаться дальше. И Путин об этом говорит. Он об этом говорит честно, открыто. Спасибо. Евгений Никандрович, малый и средний бизнес как основа экономики страны. Насколько это работает и как развивать предпринимательскую инициативу? Две минуты. Институт экономики роста имени Петра Аркадьевича Столыпина и его деятельность, видимо, уже сказываются на текущей политике действующей власти. Во всяком случае, наконец, мы осознали, что не нужно формировать излишние резервы, а нужно формировать прежде всего ту сферу, которая даст нам и занятость, существенные доходы населению, соответствующий рост потребления и то, что обеспечит дальнейший прогресс в нашей экономике. Я хотел бы обратить еще внимание на то, что часто очень в регионах мы обходим этот вопрос или наоборот на него, так сказать, не обращаем внимания, а в некоторых случаях мы его даже убиваем. Вот эта централизация, которая раньше у нас процветала и которая считалась почему-то грамотным подходом, она привела к тому, что мы, например, торговлю алмазами перенесли в находку, переработку якутских бриллиантов перенесли в Смоленск. Почему-то Кострома стала центром ювелирного производства. Московский ювелирный завод, один из крупнейших проставщиков ювелирных изделий, перевел свое производство в Пермь, но почему не в Якутию? Значит, где-то в этом виноваты и наши власти. Стратегия роста прежде всего подразумевает за собой привлечение дополнительных ресурсов, которые мы сегодня аккумулируем в тех резервах, которые на сегодняшний день не используются. Мы должны вернуться к тому, чтобы создавать здесь базовые отрасли, такие как торговая площадка алмазами, которая повлечет сюда присутствие, соответственно, крупнейших банков мирового уровня, которые за собой повлекут сюда соответствующие финансовые ресурсы, и мы получим самостоятельную финансовую систему, которая даст республике очень много. Поэтому стратегия роста Бориса Юрьевича Титова, основанная именно на привлечении к активной деятельности народа, населения, это является основой нашего дальнейшего благополучия. Спасибо. Переходим к третьему вопросу. Инвестиции. В России отмечается их рост, но как сделать этот рост инвестиций постоянным и растущим мнением ваших кандидатов? Надежда Викторовна, одна минута, пожалуйста. В программе Владимира Вольфовича Жириновского и инвестициям тоже уделено большое внимание. Но я хочу сказать о том, что сегодня Россия в принципе как лакомый кусочек для всех наших так называемых друзей-союзников. И сегодня она именно должна стать наша страна сильной и слезть нефтяной иглы и посадить непосредственно всех на нашу иглу, чтобы у нас покупали нашу продукцию. Качественную, но дешевую. Она должна быть не просто дешевая, она должна быть конкурентно способной. Поэтому вообще в принципе говорить об инвестициях можно много. Надо сначала понимать, где их взять и как их взять. Поэтому читайте программу Владимира Вольфовича Жириновского. Он все четко описал. Голосуйте за Владимира Вольфовича, пусть он въедет в Кремль. Спасибо. Как сделать инвестиции в страну постоянными и растущими? Вячеслав Семенович, Ваша очередь. Уважаемые товарищи, если будет политическая воля лидера, президента, то инвестиции будут. Поэтому я хочу заверить, товарищи, что выборная кампания выходит на финишную прямую. Идет, поднимается авторитет Павла Николаевича Грудины. Это показывают опросы социалистов. Соответственно, в свете этого власть идет на ложь и фальсификацию. Идет массовое, все идет через средства массовой информации, через центральное телевидение. Несмотря на это, идет поддержка, открытая поддержка народа. Поэтому мы призываем своих избирателей не бояться высказывать свое мнение и 18 марта прийти в избирательный участок. Некоторые товарищи говорят, уже все решено, уже там, уже определили. Но это не так. Мы вас заверяем, что Павел Николаевич Грудинин будет президентом Российской Федерации. И мы надеемся на вашу поддержку. Благодарю вас. Павел Алексеевич, как сделать инвестиции в страну постоянными растущими? Мнение вашего кандидата. Хочу снова уйти от лозунгов и вернуть нашу аудиторию к фактам. Инвестиции в России действительно растут. 2017 год, рекордный за последние 4 года объем иностранных инвестиций. Это 23 миллиарда долларов США. Республика Саха-Якутия. Это 2,2 триллиона рублей инвестиций в основной капитал за последние 10 лет. Это небывалые цифры. И инвестиционный потенциал и России, и Якутии, он безусловно еще остается. Где наш путь? Наш путь это частные инвестиции, которые должны замещать инвестиции государственные. Потому что государство в нашу Якутию в виде инфраструктурных проектов инвестиции уже сделало. Теперь дело за нами. Уважаемые друзья, проголосуйте за гаранта стабильности, за гаранта роста. За Владимира Владимировича Путина. Спасибо. Евгений Никандорович, растущие инвестиции в страну. Как это сделать? Пожалуйста, минута. Только что сказали о том, что нужно голосовать за программу роста. Это программа, стратегия роста, выдвинутая Борисом Юрьевичем Титовым. Которая стала занимать не только уже умы и желания людей. Она становится руководящим действием, несмотря ни на что. Я могу одно сказать. Кроме свободы выбора, которую она дает. Кроме того, что она привлекает всегда денежные и материальные ресурсы. Она должна еще ориентироваться на высокий человеческий капитал, которым мы располагаем. На сегодняшний день, к сожалению, часть кадров, которые занимаются инвестиционным привлечением в Россию и на территории республики, они явно не соответствуют тому уровню, который они должны обеспечивать. Само знание только языка или какое-нибудь иное преимущество по сравнению с опытом не является основанием для того, чтобы этим людям можно было доверять. Мы за образование. Спасибо. Я вам напомню, уважаемые телезрители, что сегодня участвовали от кандидата Владимира Жириновского Надежда Акимова, от кандидата Павла Грудинина Вячеслав Куличкин, от кандидата Владимира Путина Павел Маринычев и от кандидата Бориса Титова Евгений Язев. Спасибо всем за участие. Смотрите совместные агитационные мероприятия каждый день в 18.25 по будням. До встречи. Спасибо.